Регистрация прав на недвижимое имущество, выписки из ЕГРН, выдача паспортов, регистрационный учет граждан, действия с учетной записью на портале госуслуги. Это самые популярные услуги, которые предоставляют нижегородцам в МФЦ. В честь своего десятилетия многофункциональные центры региона подводят итоги. Ранее все МФЦ были децентрализованы, а гражданам оказывалось всего около 70 услуг. Сегодня многофункциональные центры имеют единую структуру, и жители в них могут получить свыше 300 услуг. Из 300 услуг этих есть услуги, которые мы даже порой иногда забываем, что они у нас есть, потому что они настолько непопулярные, невостребованные, может быть, потому что люди не знают. Сейчас, например, апостелирование документов мы делаем для вывоза за границу, для отправки за рубеж, необходимое проставление апостеля. С Минюстом у нас заключено соглашение, мы апостелируем часть документов. Вот эта услуга пока только начинает свою популярность набирать, она у нас есть, это можно сделать в любом МФЦ. Перед посещением отделения рекомендуют зайти на официальный сайт МФЦ и посмотреть, есть ли нужная услуга в отделении и какие документы необходимы для ее получения. Всегда можно позвонить в Центр телефонного обслуживания заявителей 422-1421 и получить консультацию специалиста. Статус готовности тех или иных заявлений в МФЦ можно проверить на портале ОМФЦ самостоятельно. Запущен механизм проверки статуса документа по ПИН-коду, который присваивается каждому пакету документов при приеме в отделении МФЦ. Хочется еще обратить внимание тоже в этом же ключе. Поскольку у МФЦ история очень популярная, естественно, есть мошеннические вещи. Очень много сайтов, клонов. И обращайте внимание, пожалуйста, что мы никогда ничего там не требуем, никаких, естественно, финансовых вложений и так далее. Мы хотели вводить свои персональные данные лишний раз. Тоже не требуется никогда. И у нас сайт, он у МФЦ-ну.ру, то есть он у нас понятный официальный сайт. За время работы МФЦ гражданам было оказано более 22 миллионов услуг. С каждым годом статистика только растет. Порядка трех миллионов услуг оказали нижегородцы многофункциональные центры за прошлый год. В каждом отделении МФЦ сегодня существует сектор пользовательского сопровождения. Посетители многофункционального центра могут получить консультацию специалистов по работе с порталом госуслуги. Сотрудники выходят туда, где собираются люди, желающие поучиться. Очень много мы выходим в соседские центры. Мы работаем с организациями, со школами. То есть туда, откуда идет запрос. Сделать это достаточно просто. Надо просто прийти в МФЦ и сказать, что мы готовы собрать группу людей, которые хочут обучиться. В любом МФЦ, в любого района области запишут, и мы решим, кто, куда, как выходит и обучают. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.